Работали? Хорошо, в принципе. Слушайте внимательно. Кто хочет поднять руку, посадите ко мне близко. У меня есть аппарат, который мне купили. Я могу надеть, что все буду слышать. Но мне так не интересно. Мне интересно с вами разговаривать на прокате. Вы вчера поняли фильм, который смотрели «Легенда»? Да! Хорошо поняли, да? Да! Нет, один посмотри. А вот помните, когда они ехали на машине, перед тем, как уже на вертолет подниматься? Да, да. И в это время, как ну, бросился этот один из людоедов. Эти людоеды называются, называются как «манкурты». Манкурты, это я потом объяснил вам. Люди, у которых все перевернуто сознание. Это слово «манкурт» вел щенки заэтматов. Вел, ну, в обеход люди стали знать. Значит, что было? Раньше было так, он рассказывает. Когда воевали между собой разные времена, ну, одно побеждало другое. Не надо вот так выводить. Как выводить. И вот. И они брали, допустим, 300 минут молодых, вот таких, крепких, здоровых. И они их увозили в степь пленных, заковывали в околы, голову брили, многократно брили, чтобы даже волосинки не было. И в это время кололи верблюда. У верблюда самая толстая кожа на шее. И они эту кожу натягивали ему на эту голую голову, когда обрит это, и притягивали. И их там оставляли в этой пустыне. Они лежали на солнце, солнце пекло их. Вот эта шкура, она сжимала им голову, она засыхала. А волосы прорастали через нее. Эта шапочка, она прорастала к голове. Он терял сознание человек. Вот 300 человек, 200 из них через неделю погибали. А из этих, остальные, которые оставались, они их делали рабами. Которые ничего не понимали. Ни имя, ни родину, ничего не знали. Манкурты. Их посылали по северам. И он ему наказывал, самое дорогое у тебя это шапочка. Не давай задевать, ему больно задевать. Кто подходит, это враг. Он хочет у тебя отнять шапочку. И он любого убивал. Так вот эти манкурты, которые превращались в зверей, показали. Вымерла вся земля. Это не только Нью-Йорк. 12 миллионов где-то осталось. Я вернусь назад. Я приехал однажды в Барнаула. И здесь у меня, ну, открыли дверь. Я вижу фильм смотрит какой-то. Я говорю, а что за фильм? Да, это так. Я говорю, ну-ка верните назад кадры. А там в магазин, когда он заходит и с манекенами разговаривает. Я говорю, это не простой фильм. Это фильм заказной. Это масоны сделали. А они смотрели там, Валу, это был Валерий. Тебя не было. Виктор был. Это заказной фильм. Что делается с миром? Они указывали, это должно было быть в 12-м году. Но Бог отодвинул эту маленькую стрелку-то. Вот это когда вирус вырвался на свободу, они не знали, что это за вирус. И люди не просто умирают, а превращаются в зверей. У них только одно. Поймать человека и съесть. Больше у них ничего не было. Съесть человечина. И они вот боятся света, как огня. И когда собака-то убежала, он за ней-то зашел, везде все высвечивал. И увидел, они в комнате стоят один к другому. Увидели? Да. Это они в темноте. И вот он их не рассчитал. А они его обманули. У них ум-то еще оставался. И они сделали петлю, которая поймала его. Когда он там где-то висел. А он как первого поймал? Первый поймал женский особь. Он взял себе кровь, высосал. И эту ампулу разбил, чтобы на запах крови они пришли. И она когда пришла, на ее курска-то она ее упала. И он теперь ее ударил. Теперь на ней делает опыт. И найти вакцину, как спасти этих людей. И вот собаки-то подбегают, а там между зданиями солнце-то заходит. И они не могут до этой черты доходить. И им она, видимо, кажется, как огненная лава. И как только тень закрыла все, в это время собаки эти... Ну, эти собаки-двери такие же, как они, они бросились. Вот в этом есть смысл. Есть люди, которые не любят свет. Не любят правду. Не любят Евангелие. Здесь заложен такой смысл. И вот дальше он то в бане заснул, он видит, как там они ехали. То видит, как с сыном, как с женой только заснет. И даже моет собаку, и вдруг собака лает, звука нет. Он весь отключился, и он все там находится. У него редкий был иммунитет. Он один такой, который даже если укусит этот манкур, то он остается живой. Полковник. И он выработает эту вакцину. Дальше страшные моменты впереди будут. Вот это он собаку, когда теряет. Потому что они ее укусили, и он держит ее, берет ее, шерсть вся в руке осталась. И вот теперь он жмет это, что он убил ее, иначе ему, она его задавила бы собака. И дальше что будет? Дальше вы посмотрите. И они говорят, осталось 12 миллионов живых где-то, там он узнает. А никто не понимает. Я говорю, а почему 12? Да это 12 миллионов евреев. Это еврейский фильм. Вот к чему они приводят сейчас, чтобы лишних и до копы убрать. Смотрят фильм, никто не понимает, о чем даже он фильм. Я в интернете когда выставил, там голосоволосы подняли. Неужели это... А вы сами смотрите. Боятся как огня света Евангелия. Это попы, это священники, это евреи, это мусульмане. Это все, кому не нужен свет Христов. Поняли? Лоточки. Мама ваша доехала до дому. Приветствую какую-то она напоминает что-то там. Лихтарь, что она говорит? Леонида, стул. Академатор. Ну все, молодцы, спрячься. За стол. За кого? Ну, это как бы фантазия. Да, они все-таки бывают. Давайте. Давайте, Даша, мы еще будем досматривать. А? Будем досматривать. Обязательно. Мы сегодня будем досматривать? Обязательно. Обязательно. Что ты, Вика, где ты сидишь? Садись. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А ну-ка давайте. Россия должна стать. Россия – это мы. Прекрасно. Ешьте на свете. Горячее, горячее. Так, разговоры прекратили. Нет, это, Тарас. Тарас, молчать. И, Вика, Вика, где у меня, Вика, Маленькая? Вот она. Маленькая, мы подрастаем. Вот я вот морковку, тащеную на самом маленьком. Это мои помощники растут. О! Держи вас, слава Боже. Вот и мне осталось ложка. Хлеба побольше нам. Ложка мне досталась. Не дают вам почему-то. Так, ты поймал, в курочке, да? Тихо. В курочке, да, положь. Положь взрослого хлеба, а то не хватает им. Ну, куда ты пошла? Взрослым, по-моему. Выложь весь хлеб на стол. А то все время у вас слезть. А из печки достали хлеб? Да, вчера еще. Подсох маленько? Я не знаю. Подсох, подсох. Подсох, да? Надо вам хорошую засунку, висит, сделать. Да, тихо, разговаривай. Что? Да вот сейчас Андрей там. Так, Андрей разговаривал. Так, выходи за стол. Вот и достань. Так, вот это уберите туда. Правила я тоже. Вот как раз я говорю, вот тут будешь стоять. Руки из кармана прямо, ноги вместе. Все, молодец. Так, ложечку берите. Святая вода. Из кружечки берите ложкой. Разбирай, что тебе, три горячих или без завтрака останешься? Еще лучше? Без завтрака. Ах ты. Дежурный, чтобы не ты ешь. Наоборот бы надо сказать тебе. Тихонько, смотри. Перейдавай. Светая вода. Не разливай, не что, аккуратней. За столом не разговаривать ни одного слова. Поша. Разделишь выше с Андрея, рядышком ходишь. Повернись там. Так, Вера, научусь. Самый больше людей у нас будет 12 июля. Будет крещение. Великий, торжественный момент. Надо вам обязательно остаться. Он маленький, по половинке показывает. Бегать умеешь? Беги вокруг лагеря. И будешь обедать. Бегом. И скажи, я разговариваю за столом. Ищи. Андрей, кричи. Я разговариваю за столом. Кричи. Когда бежишь, кричи. Я разговариваю за столом. Я разговариваю за столом. Все. Постоянно кричи. Передай. Ну как так небо не дали, ребята? Наложи ему хлеба горой. Какой всем? Кричи, кричи. Говори, говори. Говори. Стоп. Все. Молодец. Ну, что, понял, нет? Да. Садись, ешь. Будешь разговаривать, второй раз два раза в лагерь побежишь. Арсений, над чашкой опять склоняешься. Лера, опять склоняешься над чашкой. Ну все, Володя, садись. У кого нет первого, то дежурный. Вот, как у нас дежурный, как берет. Сейчас, садись. Молодцы. До встречи. Намного. Спасибо. Продолжение следует...